Леди и джентльмены, сегодня на моих коленях два уголька. Два уголька, что попытаются отогреть твое сердце. И я полностью заряжен на это, я уверен, отличное видео, потому что вы все знаете, черный это мой любимый цвет. Черный лиспол это настолько универсальная вещь, как черные штаны. Хоть на свадьбу, хоть на день рождения, не будем о плохом. День рождения девочки или ее мамы. К чему я веду? Две недели назад я выложил пост в инсту, где были два этих инструмента и снизу подпись. Это коти или песи? То есть кто отгадает, где здесь гипсон, а где здесь эпифона? Конечно, мне не разделились. Половина умников начали быстрее всматриваться в регулировочные винты, на бриджи, то есть в фурнитуру. Потому что на эпифоне это метрика, да, плоская. На гипсоне свои винты. Молодцы. Но и была еще половина людей, которые посчитали, что гипсон там, где выглядит сексуально. И все они сказали, что гипсон слева. Потому что, ну как минимум, потому что он выглядел чернее. Чернее чернейшей черноты бесконечности. В интересное время мы с вами живем, когда в эпифоне больше секса, чем в гипсоне. Что ж, гипсон студию это то, о чем вы писали мне. Со времен еще обзор на Мьюз. Потом у нас было на классик. Но на классик у нас был не совсем обзор. Мы также сравнивали классик эпифон и, собственно, гипсон. Но там мы подсчитывали, сколько стоит комплектующий в каждом инструменте. Получилось интересное видео. Ссылка, я думаю, будет в описании. Сегодня я опять взял гипсон, гипсон студию в качестве референса. Что логично. Но я хочу поспорить вот с этой догмой. Что эпифон нужно оценивать так, насколько он смог приблизиться к гипсону. Надеюсь, нас ждет интересная история. И все как обычно. Погнали. Продолжение следует... У нас пошел второй месяц. Под последним видео вы сумели набрать 2000 лайков. А это значит что? Это значит новая красотка на календаре. Сегодня с нами будет Влада Уцака. Я уверен, вы еще не единыжды с ней столкнетесь взглядом за это видео. Но на всякий случай напоминаю, что с точки зрения указания авторства ссылка на девушку всегда есть в описании. Поехали. Начинаем с гипсона. Что касается башки гипсона. Ничего нового. Икона стиля. Плюс 10 ко всем хитам, что вы безусловно напишите с ней. Плюс 10 к харизме. Но это студия. Поэтому есть некоторые нюансы. Калки. Калки здесь стоят агромер автоматик. И они точно такие же как на эпифоне. Ну как хотите, вглядывайтесь. Тут вам решать. Это гипсон настолько плохой стал, что ставит калки как на эпифоне. Или это эпифон такой крутой, что на нем стоят калки как на гипсоне. Плевать. Факт в том, что это калки, которые ты не будешь менять. То есть здесь нормальный ход, нормальная детализация. Плавный ход имеется ввиду. Ничего не извинит, не трещит. Я не припомню, чтобы они были с кривым ходом от этого треснули, поломались. Нет. Нормальные калки. Не то, чтобы прям вау, но окей. Что касается еще. Спереди написано гипсон, исполмодель, шильдик студио. Сзади у нас, естественно, по канону выбит серийник. И чуть-чуть не давили Madden USA. Оно есть, но силы прям были на исходе, под конец смены. Естественно, сейчас появятся ребята, что напишут. Опять он подделку принес. Данные инструменты мне предоставило официальное представительство гипсон эпифон. Это не подделка. Для тех, кто танкист. Вообще, в целом, надо бы уже как-то... А, вот, кстати, колок один чуть-чуть не довинтили. Покажу. Вообще, в целом, надо уже для себя понять, что чуть-чуть там что-то там не добили. Вот что-то надо подкрутить. Порожек вот посмотрите, как сделано здесь, на гипсоне. И посмотрите, как он сделан на эпифоне. Китайцы, они великолепные. Должны вы уже все-таки понять. Особенно про подделки. Я в любом буду читать комментарии от тех людей, что в жизни настоящий гипсон в руках-то не держали, не видели. Запомните. Что бы мы ни имели в виду, машины, гитары вообще, что-то американское, никогда эти вещи не покупались за изумительное, великолепное, безукоризненное изготовление. Никогда эти вещи не покупались за лучшие соотношения цена-качество. Все это есть у японцев. Но, так или иначе, большинство музыкантов при выборе между японцем и американцем предпочтут американцы. И даже не потому, что тут написано «Modden USA» и это как-то греет душу. Даже не из-за всех этих сказок и понтов про дерево и так далее. Нет. Потому что, в общем и целом, американский инструмент действительно будет лучше. И подарит тебе больше эмоций. Но вот такие вот они. Что ж, что можно здесь сказать? Давайте мы, наверное, переметнемся к эпифону. Посмотрим, в чем у нас тут тоже отличия есть. Тут, как обычно, одна кусковая махагонь. Нет никакой валюты. То есть, все на твою ответственность возложено. И, в общем-то, по дюбке мы обязательно сейчас залезем. Берем эпифон. И, в первую очередь, глядя на эту бошку, вспоминается мультик «Эйрнольд». То есть, да, для многих это прям конкретно весло. Новый дизайн стал немножечко симпатичнее. Но, тем не менее, башка большая. Особенно сзади. Это кажется, если не смотреть на инструмент целиком. Потому что, когда ты видишь гитару вместе, у меня вообще никаких претензий к этой башке нет. Да, стоят те же самые, гробом «Артоматик». То же самое «Алисполмодель», тот же самый «Шелик Студио». Отличается только надпись «Эпифон». Вот реально, если бы вот так вот сделать, то дизайн прям очень понравился. Здесь, конечно, чуть побольше блестит. Потому что полиуретановый лак. Его задача сохранять максимально блестящий, максимально новый вид, максимально долго. В то время, как на гипсоне идет, собственно, их нитролак. Его задача максимально быстро состариться. Но красиво. То есть, типа, шрамы укращают мужчин. Вот, типа, настоящие гитары должны быть состаренными. Красиво. То есть, полиуретан, если у вас получится кацануть, то будет видно, что это просто вы, дуба, извиняюсь. А не то, что ваша гитара там, она видала всякие виды, миллионы концертов. И в целом у нее богатый творческий путь своей истории, из-за которого надо еще прибавить ценник на ВИТ и так далее. То есть, нет. Здесь другая история. Здесь другая философия. Это максимально глянцевый, сияющий инструмент. И, естественно, тоже нет валюты. Однако, башка будет приклеена, что, в принципе, даже лучше, крепче в этом плане. Ну, может быть, конечно же, клеевой шов отнимет у вас те самые щепинки звука. Ну, мало ли, конкретно у вас, может быть. Но, как или иначе, это крепче. То же самое каблук здесь не видно. Скорее всего, тоже приклеенные. То есть, у пифона технологии по изготовлению грифа попроще, чтобы экономить дерево и, в общем-то, быть подешевле в целом. Что касается явных отличий, помимо блёска, ну да, здесь лучше установлен порожек. Хотя, и на гипсоне он сделан хорошо. Он не высит, он не торчит, он не грязный и у него аккуратно проточенные порожки. Вообще, я хочу сказать, что гипсон, я уже говорил об этом в этом году, молодцы. Своей студией линейки они подтянули. Это уже не первый гипсон, что я вижу. И они реально все начали делать лучше. То есть, они от многих косяков ушли. Что касается ещё отличий, то, что, ну, на пифоне, вот, допустим, вот это вот полубопе, если заглядывать в него, есть любители, чистое. На гипсоне оно здесь вот немножечко грязновато, и это не вытирается. Я пытался. Ну, и, в общем-то, время заглянуть под юбку. Что у нас там? Я могу от себя сказать, что, на мой взгляд, и там, и там сделано всё ок. То есть, да, есть небольшие погрешности в плане покраски. Но, что самое главное под юбкой? Чтобы было чисто. То есть, сделано на четыре. Хорошо, претензий нет. Анкеры, кстати, очень плавно регулируются у обоих, и я настроил их одинаково. Естественно, да, чуть-чуть по-разному своя индивидуальность в изготовлении отверстия у гипсонов. Чуть-чуть по-другому отверстие сделано у эпифона попроще. И мы видим, что у эпифона есть крестик внутри здесь, что означает две вещи. Наиболее вероятность, что на заводе эпифона есть некая секта, что посылает заговоры и заклинания, чтобы каждый эпифон звучал хуже, чем гипсон. Ну, или вариант номер два, это просто разметка под отверстие, чтобы потом за это отверстие можно было подвесить инструмент во время покраски, сушки и самолюбования. То есть, это технологическое отверстие и его разметка. Хотя до этого лепили без разметки. Что ж, с головой все понятно, давайте немножечко послушаем, и перейдем к чему-то более важному в нашей жизни. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Палисандр Накладка это то, что первый отделяет в плюс Несомненно в плюс отделяет гипсон от всех конкурентов В то время как многие уже перешли на заменители То есть тополь, опилки, бумага, фломастеры Гипсон все еще сохраняет рецепт дерева И ставит краснуху, цельный кусок на гриф И палисандр в качестве накладки Действительно смотрится клево На эпифоне у нас стоит лаурель Ну или же индийский лавр И в общем-то вот если вот так вот сделать Он тоже смотрится неплохо Он смотрится неплохо на черном цвете Неплохо смотрится на моем, кстати, красноватом таком, да Эпифоне на светлых оттенках Везде кроме белого, где нужен контраст Он будет смотреться неплохо Пока в кадре не появится гипсом Лаурель это довольно неплохая замена Он не трескается У него в целом нет такой текстуры, чтобы что-то прям таки потрескалось При этом есть рисунок дерева, что приятно То есть это необработанные опилки запрессованные Проглаженные утюгом Нет, это прям таки видно, что дерево Оно хорошо отшлифовано, приятно и на ощупь Но это палисандр Поэтому о чем тут говорить Единственное, что примыкание Примыкание, как обычно Китайцы великолепны дважды Потому что, как не смотреть, как не крути Сопряжения под любым светом накладки и, в общем-то, грифа его нету То есть оно под идеальным толстым слоем лака Как будто это прям таки монолит Что касается гипсона Как всегда на студию Да еще и, в принципе, на классик встречается Накладка, как бы, отдельная запчасть Это видно, это переливается Но на полет не влияет Поэтому живи Живи, не думая о плохом Живи мыслями, что у тебя гипсон И это самое главное Что касается самого грифа Он довольно толстый И там, и там Он, кстати, идентичный Они в целом одинаковые по толщине И мы их обязательно сейчас взвесим И дают одинаковые ощущения Но об этом чуть позже Что касается грифа Гриф, это, конечно, безусловно, душа инструмента Сердце, это его датчики А гриф, это душа Здесь он толстый Чем толще гриф, тем больше Этой души Чем больше звука Все мы это понимаем Ну и чем толще гриф, тем меньше пальцы Поэтому здесь он немножечко Визуально сужается и расширяется В районе 12 лада То есть это не совсем винтаж Он плюс-минус универсальный Что касается чистоты Мы обычно всегда эту душу проверяем на чистоту Сегодня у меня такие жесткие условия для Лиспола Само по себе Потому что высота 1.4 Зима Суховато И грифы обычно зимой отгибает Немножечко назад Их выпрямляет Прогиба здесь буквально нет Гриф максимально прямой Мечта металлиста Я беру два медика Элис, китайский 0.81 и 0.58 Что в сумме получается Как 0.8 и 0.6 1.4 1.39 Я их засовываю Под 12 ладом И вы видите Что Прямо таки реально Ну держится То есть вот Дубль 2 Прямо таки реально Держится Вот Что касается Шестой струны Здесь Побольше Здесь где-то 1.7 Но 1.7 1.3 для Лиспола С десятками Ну типа это очень круто С прямым грифом И мы сейчас будем проверять Соответственно Нормальным уже медиком Сейчас я Приподнимусь Слушаем То есть Это очень хороший показатель Для Лиспола И уж тем более Для Гибсон Студио В этом году Они реально Подтянули Качество своих Грифов Ладов в том числе То есть не знаю Но это уже Третий гипсач Который позволяет Опустить струны Очень низко И все клево Да кстати Есть вот этот звон Вот Даже нету Вот И вы должны понимать Что когда у вас струна По высоте Над ладами На 1 мм 1 мм А вы бьете по струне И она колеблется 2 мм Туда назад То в начале Она бьется Об лады Потому что Вы бьете по струне И она колеблется 2 мм Туда назад А высота 1 Я понятно Объясняю То есть Это нормальный звон Не нормальный звон Когда у вас Вот так Скажем Вот Ну это конечно Я сейчас скорее Зажимаю Но бывает такое Лады Вот так вот звучат Это косяк Косяк Когда у вас Струна гаснет То есть Она ударилась Да Но не звучит При старте Она будет биться Сильные По дебилям Так бьете Будет Но потом Нота все равно звучит Вот это Нормальный звон Просто струнки Подзвякивают На старте При хорошей атаке Потому что Они бьются Блады И это Правильная отстройка Если у вас Совсем не будет Звона При ударе Это значит Что Или вы так бьете Что струна Вообще не двигается Да Просто вот Мастера Этого дела Или же Получается Что у вас Высота Миллиметра 4 Да И то есть Гитара в принципе Не настроена Получается Поэтому она не достает До ладов Теперь мы берем Эпифон И делаем все То же самое И чтобы вы понимали Я засовываю Те же там два Медиатора По первую струну Они стоят Многие пишут То что А вот калибр струн Какой у тебя стоил На той гитаре Да одинаковый Одинаковый всегда Стает когда пишу Тест калибр струн Одинаковая фирма Обычно стоит даже 946 в данном случае Одинаковый Собственно Прогиб грифа Выставлен Одинаковая высота Струн над грифом Одинаковая высота Датчиков Это все идет По умолчанию И собственно Усиление стоит На одних и тех же Настройках То есть И обычно Посередине То есть Вот некоторые пишут Да неизвестно Что он там накрутил Да я считаю Вот как Завод Сделал Усилок Изначально Да То есть Вот у него В середине Самый лучший звучащий Адекватный звук А там плюс-минус Уже меняет под инструмент Вот так я и оставляю Чтобы вы понимали Что Да какой-то инструмент Будет звучать менее удачно Под него надо подстроить Под какой-то Собственно Надо другую сторону подстроить Но если мы начнем подстраивать Мы тогда потеряем Сам собственный характер инструмента Мы должны услышать Чем они отличаются Понятное дело Что любой человек Адекватный понимает Что Верха Можно прибавить Убавить Не за и то же Это каждый может из нас То есть Ну вы Сам по себе Звук Слышите в чем разница в итоге Поэтому настройки всегда Адекватные Всегда Одинаковые Тоже Ничего я там такого Не настраиваю Так Тут проверили Сверху естественно Проскочит у нас Да Вот оно Ну и собственно Сейчас то же самое Мы Все это дело послушаем Собственно Так Аккуратненько Вот Что у нас 1.8 Он все-таки стоит Ну где-то тут 1.8 есть Слушаем гриф Да То же самое Я считаю Это хорошо Для лиспола Да Здесь кое-где Ну то есть Где-то есть Ну вот Легонечко я играю Звона нету Все Значит нормально На такой высоте Это хороший показатель Что касается ладов Они очень похожи Но на гипсоне Более квадратные Чуть повыше такие Да верхушка более квадратная На бифоне чуть-чуть поменьше Ну это прям Цедить приходится Чтобы что-то Рассмотреть Что касается Установки Все ок По По накладке Ну на гипсе Немножко там есть В одном месте Задели Но в целом Все хорошо Ничего не дорабатывали Скосов никаких Фаски по накладке нету Все как есть Заводы так и пришло Гитарки бывают Усыхают Ну собственно Все гитары усыхают Но не сильно То есть не сказать Что прямо сейчас Что-то корябается Что адски мешает Нет Что ж С грифом все понятно Послушаем еще С грифом все понятно 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 Если вам действительно вам нужно То есть сегодня будет Какое-то вопиющее количество лайков То я буду в тайм-кодах Указывать рядом с тест звука номер То есть в скобках Что звучит Мне кажется Это удобнее копировать Чем переписывать с дисплея В общем-то Так И найти табы И в инсте Я буду выкладывать тоже Эти рифы Еще периодически Прям с табами Потому что если вы забьете Тот же самый Ричи Коцин То увидите Что на самом деле Тема-то в общем-то пустая Обычно я беру Тему за основу И частенько ее Как-то так меняю То ли поинтереснее То ли под себя Дальше у нас идет дека Дека судя по Как минимум из двух кусков Судя по склейке Что я здесь вижу И естественно Американская дека Она должна в первую очередь Быть тяжелой Да То есть мы же платим деньги Мы хотим получить дерево А не удобство Что ж Взвешиваем Вот такими вот весами Кухонами До 5 кг До 7 кг Поэтому одежда есть 3 690 Что вполне себе Слушайте Это прям таки Это И по толщине Мне собственно нравится Довольно толстая И по весу Эпифон Ставлю что будет дешевле В смысле Ха-ха Так Ноговорочка по Фрейду Да 3 620 70 грамм Нам не доложили Опять же говорю Возможно грязь Но скорее всего уши Честно Не понимаю Зачем делать вообще В принципе Маленькие уши Вы уж меня извините Сегодня за поэзию Но уже ее любите Извините девушки Многие думают Что я Плох Тем что я перевожу Все в гитаре На девушку На уши Например Большие уши Большие уши Я имею ввиду Криклижи под ремень И большие уши Это хорошо Потому что Не соскочит Не убежит В общем-то Потому что Я честно Не верю в экономию Кстати здесь Намного сложнее Много фасок Я думаю Что если Вот вы сделали Гитару за 50 тысяч рублей Теоретически Вам нужно получить С нее прибыль 20 тысяч рублей Теоретически И вы такие Нет Нам нужно 20 тысяч рублей И 5 копеек 10 копеек А лучше 15 Срежь с ушей Лишнее То есть Не надо экономить На таких мелочах Кто-то Купит Копил Год И в первый же день Наденет ремень И раздолбает И упадет Вы думаете Это редкость Это нифига не редкость Мне пишут многие ребята Что я купил инструмент В первый же день Раздолбал его Могу ли я его вернуть В магазин То есть И как бы Если бы у вас было Немного Таких То могли бы Но у вас очень много Поэтому магазины Уже на это не ведутся Но пытайтесь Возможно Что тут можно сказать Уши Конечно здесь они Не супер маленькие Но явно меньше Чем на гипсане Не стоит на таких вещах Экономить Потому что у человека Моральная травма будет До конца жизни Он будет вспоминать Засыпать Засыпать каждый день И вспоминать Как он год Кобил И потом в первый же день Идиот Раздолбал Гитару Ну не раздолбал Кусок отвалил То же самое По поводу девушек Мне кажется Это наоборот Комплимент Что говоря Одной из самых Прекрасных вещей В мире О гитаре У меня в качестве Ассоциации Вспылаете вы И сердечко Из грифов Сейчас согнул Что касается Деки Само по себе И там и там Она толстая И там и там Одинаковые изгибы И пифон Прям подошел Очень очень близко То есть прям Если ты Слепой Глухой И у тебя Отказал нюх Потому что Ты не чувствуешь Да Нитролак То ты реально Вот так сильно Спутаешь Очень похоже Очень похоже Инструмента Так что Ну или перебивает Запах чем-то То есть Очень 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 И очень Похожий инструмент Единственное Что их отличает Это именно Железо И там и там Оно довольно Качественное Но оно фактически Отличается Потому что Помимо регулировочных Винтов У пифона Болты стоят На спице Это в принципе Даже хорошо Я считаю Потому что Спица вынимается И можно эти Седла Переставить Если вам не будет Хватать для Третьей струны То Мензуры Настройки Потому что Вы играете В дробь То же самое То вы сможете Переставить Эти Седла И они Не будут Не царапать И попадать В ноту Будут На гипсаче Будет посложнее Все это дело Выломать Но тем не менее Тоже там Можно надавить Подтянуть Винты Тоже можно Вынуть То есть И там и там Довольно Качественные бриджи Вообще Я считаю Что Тюноматик Это такой Бридж Настолько Древний Бридж У которого Ну как бы И технически Он устарел Но и зато Он беспроблемный В принципе Я не припомню Чтобы у кого-то Были там Прям реально Проблемы С этими бриджами Да Он имеет Небольшой предел Настройки регулировки Да Он зависимый Но тем не менее В стандартном строе В котором играет Большинство людей Его хватает В пониженном Натон Его тоже хватает Ну надо вам Дрогнуть Шестую струну Ну ладно Дрогните Это по сути Тот же самый Пониженный Натон То есть Недалеко Вы ушли Это все нормально Это все Без проблем Единственное Мне втирал Что у него На его Дрогущей гитаре Бридж погнулся Тюноматик А я ему говорю Ну не может Бридж погнуться Это дизайн Такой понимаешь Так специально Сделано железо Что типа согнулось Потому что Если Одул Стоять на одном уровне Сам посмотреть Даже чуть-чуть По радиусу Гриф говорит Нет погнулось Я ему говорю Нет у тебя просто Дорогое Звенящее бревно Успокойся Прими это все Как живи так Нет Он вот и купил Поставил нового бридж И согласился В том что у него Дорогое звенящее бревно Теперь он играет Только на дешевых инструментах И ненавидит весь мир Увы Жизнь Не справедлива к нам Что ж Бриджи Все классно По отличиям В общем Отличий особых Никаких нету Единственное что Если вглядываться То и тут И тут есть отсечки В отличии от классик Тут только отсечки Здесь нет разворота фазы То есть Пушпулы только два Этот и этот И там и там У нас указаны А вот этот И там и там У нас указаны CTS Подцы Которые При сбавлении громкости Не меняют тембр То есть Не делают его лучше Не теряют тембр А убавляют только громкость И гейн Это прикольно Они дольше служат еще Это тоже прикольно Но они отличаются Потому что Ножка Сосцов Здесь она выше Выше Она толще Толще Здесь она тоньше Я вам это сниму То есть Как бы и там и там CTS Но если мы заглянем В кишочки То мы увидим Что все равно Все отличается У китайцев Сделано Скажем так На 4 4 с минусом То есть Тем не менее Не фонит Вообще не фонит Ни капельки А у меня новостройка Тем не менее Все окей Все припаяно Все в принципе Как надо сделано Зафиксировано Нормально Для этой ценовой категории Хорошо Что касается Гипсача Здесь Все лучше Все приятно Но Там вот такое Дуплище То есть Это не дупло Это прям Дуплищеще И Я не знаю Что тут сказать В принципе Нормальный человек Такого не должен Увидеть в своей жизни Никак туда не должен Лазить по идее Поэтому Это не косяк Сложно сказать Зачем Но Вообще Присмотритесь Кто у вас там На заводе работает Я не знаю В целом Все ок И там и там хорошо Я это За недостаток Не считаю Другое дело Я нашел Вот Кстати Очень тугие Такие Довольненькие И там и там Вот Понятное дело Что те которые щелкают Они побыстрее ходят А вот эти прям тугие Пацаны Мне нравятся Что касается Всего остального Мы не поговорили О заглушках Как обычно На Эпе они подешевле Но Отфрезерованы Все прям Тютелька в тютельку На гипсоне Они Посимпатичнее Подороже в цвет Винты в цвет Но Они С запасом Так сказать Они сами себе не доверяют Вот Что касается Еще здесь В плане покраски Эпифон Вообще Молодцы То есть У них по покраске Я не припомню Косяков Никогда Вот Ну реально Не вспомню Чтобы у них были косяки По покраске Хоть где-то Какие-то там Заплывы Сопли Что-то там Что-то там Где-то даже потрескалось Вот Даже вот здесь Вот Нет Не вспомню такого Чтобы какие-то Да Были рыбы Иначе апельсин Так вот Как целлюлит Бывает на глянцевых Гитарах Особенно вот здесь Вот Нет Все отлично Даже мне сейчас Не видно Это надо под цветом Ловить Но есть Вот такой вот след И это не грязь Сколько хош Три пока не протрешь Тадеки Это не грязь Это Ну вот так вот Закрасили Это не дефект Потому что Гитара допускается В продажу С такими Вещами Но Это Вот Это Бюджетный Гипсон Да То есть Такие мелочи Здесь встречаются Кстати Что касается Писюнка Он На Эпифоне Это подлиннее И покрепче Слышно Да Более жестко Занимает Позицию В общем то Все Давайте мы Наконец Поговорим О чем то Более важном Это конкретно Об Ощущениях От инструмента И конечно О звуке Потому что Ну он Отличается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА